МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационный вечер на канале СТВ в студию Ольга Бельмач. Здравствуйте. Главное к этому часу. 40 пожарных и 16 единиц техники. Сегодня ночью произошло возгорание на Бориса в Древе. Подробности с места происшествия в материале Ольги Юрой. Что будет с белорусским рублем в 2014-м, ждать ли динаминацию и как будут кредитовать строительство жилья? Глава Нацбанка Надежда Ермакова ответила на финансовые вопросы, которые волнуют всех. Наталья Бреус с подробностями. Награды для самых перспективных. Молодые спортсмены и тренеры получали сегодня именные стипендии президентского спортивного клуба. Екатерина Желянина знает, на кого пал выбор. Найти и обезвредить антитеррористические учения прошли в Минском метро. За спецоперацией наблюдала Татьяна Ревизория. Стопспайс. Милиция проводит акцию, предупреждая трудных подростков о вреде курительной смеси. Дмитрий Байрович с подробностями. От двухметровой фигуры человека до бального платья. Жительница Лиды делает уникальные вещи из воздушных шаров. С мастером аэродизайна встретился Юрий Корнелович. Сразу четыре десятка спасателей и 16 единиц спецтехники тушили этой ночью пожар на деревообрабатывающем предприятии Борисов Древ. Более трех часов пришлось устранять пламя. В результате повреждено дорогостоящее оборудование. Однако ущерб мог быть гораздо большим. Спасателям удалось не дать пламени перекинуться на склад, где хранилась готовая продукция и новые станки. В этом случае потери могли исчисляться десятками миллиардов рублей. С места событий Ольга Юрудь. Предприятие Борисов Древ в последнее время на слуху. Здесь идет модернизация производства, строят новые цеха, реконструируют старые. Сегодня даже тот, кто не знал сюда дорогу, мог ориентироваться на запах. Стойкий аромат паленого дерева стоял в нескольких километрах от предприятия. О чем-то неладном сигнализировали пожарные машины. Ночью сегодня произошло возгорание в ущельном отделении фанерного производства. На сегодняшний день оно не работает. Закрыто на капитальный ремонт, на реконструкцию. Людей там в это время не было. И наши люди не работали там уже с понедельника. В сообщении на пульт спасателей о возгорании на местной деревообработке поступило без 22 ночи. Уже через 4 минуты на месте были первые подразделения пожарных. Через несколько минут сюда подтянулись еще расчеты. На подмогу местным съехала спецтехника из соседних районов. 16 машин и 4 десятка бойцов-спасателей боролись с открытым пламенем почти 3 часа. Полыхал световой фонарь на кровле цеха и все вокруг было охвачено заревом. Сейчас уже трудно рассмотреть, но само здание одноэтажное. К нему пристроен склад и административно-бытовой корпус. Причина, конечно, выясняется, но по той информации, которую мы располагаем, накануне вечером в этом здании проводились работы по демонтажу с использованием открытого огня. Работникам МЧС удалось отстоять от огня помещение склада, где хранилась как продукция, так и новое оборудование, ориентировочная стоимость около 20 миллиардов рублей. На складе в момент пожара стояли три сушильные камеры, пресс для слики, фанеры, два автопогрузчика и готовая продукция. Буквально несколько минут промедления и все это стоимостью в десятки миллиардов рублей могло превратиться в пепел. В итоге поврежденными оказались световой фонарь и три деревообрабатывающих станка. Один из них уже был списан, два другие еще в рабочем состоянии. Сегодня место возгорания оцеплено сотрудниками милиции. Сюда, на территорию предприятия, никого не пускают. Работают лишь следователи. Обгорелые стены и разрушенные перегородки. Даже те, кто здесь по долгу службы ведет расследование, признаются условия опасные. Есть вероятность обрушения. Чтобы докопаться до истины, следователи и эксперты исследуют каждый сантиметр попелища. По факту возникновения пожара в цеху по производству фанеры ООО Борисов-Древ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение ущерба в крупном размере. Рассматриваются все версии происшедшего. Основной версией возникновения пожара является нарушение правил пожарной безопасности при производстве огневых работ. То бишь работ, связанных непосредственно с обрезкой труб, газовым оборудованием. В половине пятого утра пожар полностью потушили. На место ЧП ночью выезжал министр МЧС Владимир Ващенко. Несмотря на возникшую заполненную чрезвычайную ситуацию, предприятие продолжает работать. И буквально в 100 метрах от эпицентра происшествия строители возводят новые цеха. Деноминацию в следующем году в Беларуси проводить не планируют. Об этом заявила глава Нацбанка Надежда Ермакова, отвечая на вопросы граждан во время прямой телефонной линии. Тем, которые прозвучали сегодня, оказалось немало. Это и кредитование жилья, и привлекательность процентных вставок по вкладам для населения. Что еще волнует сегодня беларусов, знает Наталья Бреус. Слухи на финансовом рынке будоражат людей. Вот под Новый год наметился отток рублевых вкладов. Небольшой процентной ставки по ним колеблются в пределах 45%. Регулятор провел мониторинг. Ситуация не критична. Кто-то совершает покупки перед праздниками, кто-то просто переводит рублевые вклады или тратит сбережения на недвижимость. Все чаще можно увидеть объявления об экспресс-кредитах. Мол, нужен только паспорт и никаких справок. Многие попадаются на удочку быстрых, но в итоге дорогих денег. Мы подготовили проект указа президента. И он сейчас находится в администрации. Надеемся, что до конца года этот указ будет подписан. И тогда банк национальный станет регулятором этих микрофинансовых или финансовых организаций, которые дают займы. И тогда мы сможем немножечко их приструнить. Деноминация в 2014 году не планируется. Это, по сути, техническая процедура, которая позволяет сократить денежную массу. Пока инфляция превышает 10%, убирать нули из купюр преждевременно. Условия для диноминации должна быть инфляция хотя бы с одной циферкой. А у нас еще пока с двумя циферками. То есть ниже 10. Потому что тут же сразу цены подрастут и обратно увеличится масса денег, которая потребуется на обслуживание этих цен. То есть не будет смысла, что пройдет какое-то время и обратно надо будет эти деньги менять. А на деньги, конечно, недорого стоит, чтобы их отпечатать. В последнее время крупные банки приостановили кредитование жилья. Да и в целом на квадратные метры доступны только дорогие деньги. В 2014 году кредитование возобновят. Проценты будут зависеть от того, какая будет ситуация сложиться в экономике. Если будет экономика хорошо работать, если будет продукция не на склад ложиться, а продаваться, то деньги будут возвращаться на предприятия. Предприятия смогут и кредиты обслуживать. И тогда, конечно, будут снижаться процентные ставки по кредитам. Это потому что будут появляться деньги, и предприятий будет меньше спрос. А кредиты на строительство жилья выдаваться будут. В целом стабильность на финансовом рынке будет зависеть от того, как сработала экономика. А значит, от каждого, кто делает свой вклад в ВВП Беларуси. Наталья Брюс, Сергей Курков, Николай Сенчилов, телекомпания СТВ. Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко по приглашению своего российского коллеги Владимира Путина ознакомиться с инфраструктурой, подготовленной к Олимпийским играм 2014 года, а также проинспектирует состояние белорусских объектов в Сочи к Олимпиаде. А в Минске сегодня честовали лучших спортсменов и тренеров, которым еще предстоит отстаивать честь страны на мировых первенствах. Президентский спортивный клуб вручил им именные свидетельства. Награду достойны представители 32 видов спорта. Число награжденных рекордное – более 200 человек. За торжественной церемонией наблюдала Екатерина Желянина. И пистолет, и шпага. Екатерина Орел уверенно держит в руках любое оружие. Свой выбор в пользу современного пятиборья сделала 6 лет назад. С тех пор тренировки два раза в день. Из зала в бассейн, на беговую дорожку или конный манеж. Разнообразие и оружие. Говорит, этим современное пятиборье и зацепило. Каждый, я думаю, спортсмен мечтает о Олимпийских играх. И я ставлю себе такую цель, что я хочу этого достигнуть. Предпочтение хрупкая девушка отдает рыцарским дисциплинам. Фехтование и конкур – ее главные козыри. За тренировками пришли успехи. В этом году золото юниорского чемпионата мира в личном зачете. Победа в миксте и первое место чемпионата Европы. По заслугам и награда сегодня Екатерина Орел в числе стипендиатов президентского спортивного клуба. Надеемся, что стипендии президентского спортивного клуба помогут вам не сбавлять набранного темпа и станут хорошим подспорьем для достижения самых амбициозных целей. К традиции присуждать стипендию перспективным спортсменам уже 8 лет. В разные годы ее получали биатлонисты Надежда Скордина и Евгения Абраменко, фристайлист Максим Густик и теннисист Владимир Игнатик. На ребяте в Лондоне стипендианты президентского спортивного клуба завоевали 4 медали. Многие из тех, кто сегодня получил именные свидетельства, уже в следующем году будут выступать на соревнованиях топ-уровня. Сегодняшние юниоры готовятся оправдать авансы. Более трети ребят материальную поддержку от президентского спортивного клуба получают не в первый раз. Очередная церемония и очередной рекорд. 221 именное свидетельство. С каждым годом достойных награды становится больше. Юношескому спорту, детскому спорту как-то недоуделялось, скажем, внимание это касается и подготовки соответствующих методик, и финансовых каких-то вложений. Поэтому, конечно же, каждая инициатива, подобная такой, которую сегодня мы видели и были участниками президентского спортивного клуба, выделение именных стипендий не только спортсменам, показавшим результаты на юношеских и юниорских играх, но и также их наставникам, это очень значимый вклад в поддержку. Для меня очень приятно четвертый раз быть импедиатом президентского спортивного клуба. Это дает стимул, чтобы в дальнейшем хорошо выступать на соревнованиях. Внимание и финансовая поддержка достойны стимул. Инвентарь, медикаменты, тренировочные сборы, восстановление после турниров. Будущим звездам белорусского спорта материальная помощь придется кстати. Этот год также удачный, несмотря на то, что он 13-й, и я надеюсь, что следующий будет еще более удачный. Екатерина Желянина, Николай Синчила, телекомпания СТВ. Выстрелы и взрывы в столичной подземке этим утром на станции метро Петровщина задержали террориста. Правда, проходила спецоперация в рамках учений, где представители КГБ, службы безопасности метро и спасатели отрабатывали действия в экстремальной ситуации. Татьяна Ревизорин наблюдала за происходящим. Подозрительный мужчина пытается пронести сумку на перрон. По легенде, в ней взрывное устройство. Бдительный сотрудник подземки пытается остановить нарушителя. И тот, поняв, что диверсия на грани срыва идет во все тяжкие. В заложниках оказывается машинист поезда. Террорист выдвигает требования. Среди них присутствие прокурора и беспрепятственный выход из метро. Идут переговоры. Но судьба боевика уже решена. Он в ловушке, хотя еще не подозревает об этом. За считанные секунды бойцы спецотряда «Альфа» нейтрализуют угрозу. Преступник задержан, а жизни заложника ничего не угрожает. Кстати, не забыли и об источнике переполоха. До прибытия саперов подозрительную сумку накрыли специальным устройством. Оно называется фонтан. Если здесь действительно бомба и она взорвется, взрыв будет локализован. Тренировкой организаторы остались довольны. Но урок можно вынести из любого занятия. По каждому учению у нас делаются определенные выводы. Идет оценка. И по результатам выводов делаются определенные коррективы в планы учений. И с учетом ошибок, соответственно, дальше развиваем ту или иную программу действий. Выводы предстоит сделать и сотрудникам метрополитена. По результатам сегодняшнего занятия будет проведен разбор на метрополитене с участием всех служб. На подведении итогов мы определим те проблемные вопросы, которые требуют доработки. Внесем соответствующие коррективы в планы подготовки наших работников. Тренировки необходимы, потому что они позволяют контролировать любую ситуацию. Мы можем предвидеть некоторые ситуации, которые могут случиться. То есть не дать этим ситуациям вообще совершиться. Слаженность действий предстоит отработать еще не раз. И не только на транспорте. Среди будущих мест учений Чижовка или Минск-Арена. Что особенно актуально в преддверии чемпионата мира. Татьяна Ревизория, Илья Почко, телекомпания СТВ. Осторожно, Спайс. Белорусские правоохранители объявили настоящую войну курительным смесям. В Беларусь Спайс пришел не так давно, но уже серьезно конкурирует с тяжелыми наркотиками. В ближайшие дни милиционеры намерены посетить школу и пообщаться с подростками. Ведь именно они сегодня составляют группу риска. Правоохранители готовы встретиться и с родителями, которые желают уберечь своих детей от страшной зависимости. С подробностями Дмитрий Боярович. Здравствуйте, дети. Значит, давайте знакомиться. Не пугать, а предупреждать. Сергей Александрович, посещая очередной за день колледж, помнит и об этом. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних советского района Минска рассказывает о вреде Спайса. Тем, кто входит в группу риска. Половина из этих десятиклассников трудные подростки, поэтому и работать с ними непросто. Уже есть несколько составленных административных протоколов в отношении несовершеннолетних. За нахождение под воздействием, скажем, дурманищих веществ, то бишь после употребления миксов. Такая акция не первая МВД. Подобные проводят регулярно. Слишком многих людей, и прежде всего молодых, эта беда настигает. Только в этом году правоохранители изъяли больше 40 килограммов курительной смеси. Это 4 миллиона разовых доз. Интернет, он очень сильно влияет именно на распространение, поскольку вводит заблуждение этих лиц. Славясь на то, что это какой-то легальный наркотик, хотя последствия абсолютно никто не изучал и не знает, что может быть в любую минуту стемленным человеком, употребившим такие вещества. Основной контингент употребляющих подростки до 16 лет. В милиции говорят, они знают, что уголовной ответственности за курение такой травки нет. Единственное, что может сделать участковый, улечив подростка за незаконным занятием, составить протокол за пьянку. Что такое спайс, знает не понаслышке Никита. Парень употреблял два года, бросил несколько месяцев назад. Друзья знали, некоторые употребляли вместе со мной, некоторые были против, но ничего с этим сделать не могли. Мне самому захотелось это все прекратить, потому что я понял, что моя жизнь больше не имеет смысла. Мне нужно было только одно употребить и расслабиться. Уже после одной дозы спайса возникает зависимость. Половина первичных случаев употребления якобы легального вещества заканчивается коматозами. Детей находят на улицах в неадекватном состоянии, причем эффект может длиться сутки. Наркотик бьет прямиком по нервным клеткам. При регулярном употреблении у человека просто умирает мозг. Если в состав курительных смесей входят синтетические компоненты, то они вызывают очень глубокие психозы с поражением головного мозга. С начала года по сегодняшний момент поступило порядка двухсот человек с курительными смесями синтетическими. Смертельные случаи были, они не афишируются. Если нынешние усилия милиции смогут оградить от пагубной привычки хотя бы одного подростка, результат уже будет достойный. Хотя в таком деле главное, чтобы последние сами были за себя в ответе. Дмитрий Байрович и Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ. Ужас в прямом эфире. Масштабная проверка условий содержания беженцев на итальянском острове Лампедуза официально началась сегодня после репортажа одного из местных телеканалов. При этом и без всякого дополнительного расследования зрители уже убедились, что жизнь тысяч мигрантов в лагере предварительного пребывания похожа на ад. В частности, запись, которую сделал один из несчастных, показывает, как мужчин и женщин выгоняют на улицу, заставляют раздеваться и обливают дезинфицирующим раствором. Так итальянские социальные работники проводят процедуру, которую в документах ЕС называют предупреждением распространения заболеваний. Впрочем, авторы материала отмечают, что беженцы едят и спят на земле, укрываясь бумагой. И профилактика, конечно, необходима. Но вопрос, которым сейчас задаются не только итальянские журналисты, в том, как это и иные процедуры в отношении мигрантов должны проходить, чтобы хотя бы не нарушать законы Евросоюза и человечности. С новой силой вспыхнули манифестации в Таиланде. Сотни протестующих окружили здание штаб-квартиры национальной полиции в Бангкоке. Они требуют от стражей порядка наказать виновных в гибели студентов во время демонстрации. В районе города, где проходят протесты, парализованы движения. Напомню, демонстрации охватили Таиланд несколько недель назад. Участники протестного движения требуют отставки премьер-министра. Пока их требования не удовлетворены, тем временем Таиланд теряет интересы туристов. Многие страны рекомендуют своим гражданам отказаться от поездок в Азиатское королевство. Бразилия не собирается предоставлять убежище Эдварду Сноудену. Об этом написала одна из местных газет со ссылкой на некий правительственный источник. Ранее Сноуден предложил правительству этой страны сделку. Информация о шпионаже в обмен на политическое убежище. Видимо, тот факт, что АНБ следило и за бразильскими интернет-пользователями, уже давно не секрет и для руководства этой южноамериканской страны. Однако, по последним заявлениям беглого американца, у него еще много секретов, способных удивить мир. На данный момент бывший сотрудник ЦРУ живет в России в статусе политического беженца. Он может оставаться на территории РФ до августа следующего года. В Южной Корее состоялся необычный рождественский парад. В нарядах Санты выступили пингвины. Это забавное шоу вызвало настоящий восторг у многочисленных посетителей зоопарка. Организаторы заявляют, что подобное мероприятие будет проходить каждый день. Тем более, что пингвины вошли в роль самого главного новогоднего персонажа без особой подготовки. В Южной Корее, где проживает одна из самых больших христианских общин в мире, Рождество – главный праздник. Ольга Коршун, телекомпания СТВ. Январские музыкальные вечера в Бресте готовятся к открытию 26-го международного фестиваля. За годы своего существования форум стал одной из визитных карточек города. Почитатели классической музыки ждут многочисленные сюрпризы. В этом году расширилась география участников. На Брестские подмостки выйдут музыканты из 10 стран мира, впервые из Чили. В рамках фестиваля пройдет вечер джазовой музыки, тоже впервые. Но настоящей сенсацией обещает стать первое выступление в Беларуси Гарри Гутмана. Американский музыкант за свою карьеру выступал почти с двумя сотнями симфонических оркестров на нескольких континентах. На Брестскую фестивальную сцену он выйдет в составе квартета. В нашем фестивале никогда не звучал квартет. Мне захотелось лично на той базе, которая выросла на этом фестивале, пригласить квартеты. И так получилось, что куда я обратилась, все три организатора этих квартетов согласились приехать. В этом особенность нашего фестиваля. Традиционно на сцену международного фестиваля вместе со знаменитыми музыкантами выйдут и юные исполнители. Многие из них уже имеют звание лауреатов различных конкурсов. Это просто праздник для нашего города, для людей нашего города, ну и конкретно, конечно, для нашего музыкального колледжа. Потому как в этих мероприятиях, в этих концертах принимает большое участие наш симфонический оркестр, народный наш оркестр. Очень много наших солистов, педагогов и студентов, лауреатов. Я считаю, такой праздник – это очень редкое явление вообще в нашей республике. Корзина цветов «Человеческий рост», трехметровые замки и бальные платья из воздушных шаров научилась делать жительница Лиды. Аэродизайнер-самоучка даже получила мировое признание. Ее мастер-классы проходят во многих странах СНГ и Западной Европы. Глорусская даже стала единственным представителем страны, получившим сертификат международного уровня. Теперь она входит в мировую элиту воздушного дизайна. Насколько тяжела работа с невесомым материалом, выяснял Юрий Корнелович. Первую композицию из шаров Ирина Ткацевич сделала еще 10 лет назад. Новое для себя хобби женщина осваивала, что называется, с нуля. В качестве примера были видеоуроки на кассетном магнитофоне. Постепенно от простых собачек и сердечек дизайнер-самоучка перешла к масштабным работам. Сегодня в ее коллекции фигуры людей в полный рост – замки и даже бальные платья. На создание одной композиции из воздушных шариков иногда уходят недели. В фестивале надо было лицо американского мужчины. Я смотрела, я рассматривала лица, я делила их на треугольники, прямоугольники, квадраты. Потому как каждая национальность имеет свой тип лица. Кажущаяся на первый взгляд легкость работы с шарами, утверждает Ирина, обманчиво. Под рукой у мастера должен быть целый комплект необходимых инструментов. А всевозможные воздушные компрессоры весят по несколько килограммов. Должны быть ножницы, должен быть насос, которым ты работаешь. Обычно я подвешиваю еще и вот этот вот насосик. Компрессор сложно подвесить, вернее, не сложно подвесить, да, сложно носить. Потому что он весит достаточно много. Ну а этот, в принципе, и подвешивать не имеет смысла. Он только с резеткой работает. Бывают фигуры и каркасные. Соответственно, тогда нужны плоскогубцы, пила. Сегодня Ирина Ткацевич в совершенстве владеет искусством аэродизайна. Ее мастер-классы с успехом проходят в разных странах. Она единственный представитель Беларуси, получивший в Италии сертификат международного уровня. Личанка вошла в элиту мирового воздушного дизайна. Это мой первый выезд на границу в Италию. Здесь великий человек, Крепхенин, который придумал гирлянду, которой мы пользуемся все. Вот здесь последнее мое достижение – это сертификат СИБЕИ. Есть у Ирины и собственные изобретения. Она первой в мире начала делать поздравительные открытки из воздушных шариков. Позаботилась аэродизайнер и о достойной смене. Правда, то, что Ирина может сделать одной рукой, девятилетняя дочь пока только двумя. Мне нравится, что мама делает. Я пытаюсь сделать то, что она. И еще мама меня научила делать собачку. Но если у меня не хватает шарика, то я делаю мышку. Единственный минус увлечения аэродизайном сокрушается Ирина – все работы недолговечны. Юрий Корнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Гродненская область. И это все, о чем мы успели рассказать к этому часу. Сразу после нас программа «Столичные подробности». Итоги дня в 22.30 подведет Юлия Александрова. Хорошего вечера на канале СТВ. 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 Продолжение следует...